Приветствую вас. Для начала хотелось бы сказать, что мне больше всего импонирует ответ моего коллеги Гудрячева Игоря Леонидовича. Я считаю, что его ответ самый, ну в данном случае наиболее глубоко и полно отражает вашу ситуацию. Именно к его ответу вам стоит прислушаться. Значит, смотрите, что меня зацепило в вашем тексте, да, за что зацепился мой взгляд и что у меня вызвало вопросы. Значит, реагировать вам, Ольга, на его жест нужно исходя из ваших ценностей. Только обратите внимание, что ценности ваши, именно ценности, это не то, что вы чувствуете. Ценности это то, что вы считаете для себя наиболее правильным, скажем так. Вот что такое ценность. Вот. Поэтому реагировать вам нужно так, как вы считаете правильным исходя из своих ценностей. Да, то есть, если вы считаете. Еще раз повторю. Именно считаете такое отношение мужчины к себе оскорбительным, допустим, то вам необходимо, конечно, не реагировать на это. Да, то есть, ну если вы считаете, допустим, что мужчина там должен сам проявлять инициативу. Но еще раз, если вы так считаете, если вы не чувствуете, если вы не хотите, если вам вот не хочется, допустим, проявлять инициативу и так далее, да, то это реакция такая. Если вы считаете, что, в принципе, все равно, кто инициативу вообще проявит, да, и, в общем-то, особо не важно, кто это будет делать, то в таком случае, я думаю, что нет ничего плохого. В то в том, если вы напишите, напишите ему еще, потому что мужчина, в принципе, инициативу проявил. Вот. И не забывайте, что человек, как бы, в более такой уязвимой позиции находится, чем вы. Потому что он выступает в качестве делового именно партнера, ну вот, и ему может быть очень неловко, очень неловко ему может быть как бы с вами, да, ему может быть очень неловко взаимодействовать с вами, потому что он понимает, что он для вас, возможно, всего лишь просто сотрудник, да, он боится показаться, там, настойчивым, там, и так далее. Вот. И это на самом деле нельзя забывать, нельзя это не учитывать, то есть вот такую специфику отношений ваших нельзя не учитывать. Поэтому мне кажется, что вот здесь ситуация звучит именно так. Звучит и представляется мне ситуация именно так. Это первое. Второе. Второе. Вы, значит, не проявляете инициативы, да, несмотря на то, что вам хочется, потому что, как вы пишете, был неудачный опыт. А я думаю, я думаю, что вот ваш неудачный опыт, да, не мог не бродить у вас страхи, ну потому что вы боитесь сейчас, вы боитесь, вы, ну, так или иначе вы испытываете страх. И это на самом деле довольно серьезная проблема, потому что выстраивать отношения, боясь выстраивать отношения, опознаясь чего-то, да, редко получается. Вот. Кроме того, с одной стороны, создается сверхмотивация, с одной стороны, создается такая вот гипермотивация для построения отношений, с другой стороны, вы не можете проявить себя свободно. Вот. Поэтому ваш неудачный опыт стоит проанализировать. Вот. Сделать соответствующие выводы вам, и вам нужно. Вот. И не бояться, ну, только из-за того, что был какой-то вот опыт неудачный, да, не бояться, в общем, себя проявлять. Да, конечно, боль у вас может быть, да, то есть чувствовать боль вы можете, вот, но боль в данном случае это абсолютно нормально, и бояться боли не стоит, не стоит. Вот. Если вы, если вы боитесь боли, то, соответственно, вы просто не знаете, что с ней делать, не знаете, о чем она вам говорит, а это, значит, скажем так, плацдарм для работы. Вот. Значит, история, пока. Дальше. Вы пишите, да, значит, хотелось бы с ней пообщаться. Если хотели пообщаться, пообщайтесь. Ольга, напишите ему. Первый. То есть, в чем проблема? По какой причине вы переносите свой прошлый неудачный опыт, да, на этого человека, который, кстати, про ваш опыт ничего не знает, ни сном, ни духом, человек, про ваш опыт, он не в курсе, понимаете, не в курсе, просто, и не будет в курсе, самое то, что интересно. Поэтому я думаю, я думаю, что... вот так можно вам ответить на ваш вопрос, да? То есть совершенно очевидно, что вы чего-то хотите, вот совершенно очевидно, что вам, да, что-то нужно. То есть вы, как бы, в сферах мотивированы. Это тут дело не только в общении. Если вам хочется пообщаться, если бы вам хотелось пообщаться, то вы бы, я думаю, пообщались. Тут вам чего-то другого хочется. Возможно, вы боитесь движения. Вот. Возможно, вы не уверены в цепи. Потому что у именно неудачного опыта, да, есть, как бы, свои причины. Это, во-первых. Во-вторых, неудачный опыт, да, то, если вот человек, ну, считает, что у него есть какой-то вот неудачный опыт, ну, вот. Это говорит о том, что выводов он не сделал. По сути. А, ведь, если не сделал выводов, значит, не научился. А если не научился, значит, по-прежнему, остается пробел в навыках, и стоит в какой-то ситуации наступить, и вы совершите точно такую же ошибку, к сожалению. Вот. Поэтому я рекомендую вам сделать так, чтобы опыт, который вы считаете неудачным сейчас, да, чтобы он перестал быть таковым, да, чтобы опыт перестал быть именно неудачным, чтобы вы, чтобы это был просто опыт, просто опыт, вот, чтобы вы делали выводы из опыта. Потому что если, если опыты не делать, если выводы точно не делать, да, то ничего хорошего не произойдет, ничего хорошего не случится. Вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что он помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, если вы сделаете лучшим мой ответ. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, подумайте, пожалуйста, над тем, что, вот, собственно, я вам рассказал. Удачи! 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 Продолжение следует...